МАОЛОКС Мини инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, САНОФИА ВЕНТИС ФРАНС, ФРАНСИЯ, КОТА ИТИЭКС, А0-2ИЭКС, активное вещество, магния гидроксид. Лекарственная форма, МАОЛОКС Мини форма выпуска, упаковка и состав препарата МАОЛОКС Мини. Суспензия для приема внутрь, со вкусом лимона, от белого до бледно-желтого цвета, гомогенная. 1 мини-пакет алгилдрат, алюминия гидроксид, в виде алюминия оксида гидротированного, 460 мг, что соответствует. Содержание алюминия оксида, 230 мг магния, гидроксид 400 мг, вспомогательные вещества, сахарозы, раствор 64%, 4913. МГ, сорбитол жидкий, некристаллизующийся, 200 мг, ксантановая камедь 2, 4 мг, гуар 5, 6 мг, ароматизатор лимонно-лаймовый. Натуральный 13, 2 мг, натрия хлорид 4, 8 мг, 4, 3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 6 пачки картонные. 4, 3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 10 пачки картонные. 4, 3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 20 пачки картонные. 4, 3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 30 пачки картонные. 4, 3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 40 пачки картонные. Суспензия для приема внутрь, со вкусом черной смородины, от белого до бледно-желтого цвета, гомогенная 1 мини-пакет алгилдрат, алюминия-гидроксид, в виде алюминия-оксида гидротированного, 460 мг, что соответствует Содержание алюминия-оксида 230 мг магния, гидроксид 400 мг Вспомогательные вещества, сахарозы, раствор 64% 4913 МГ, сорбитол жидкий, не кристаллизующийся, 200 мг, ксантановая кометь 2,4 мг, гуар 5,6 мг, ароматизатор черной смородины 13,2 мг, натрия хлорид 4,8 мг, 4,3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 6 пачки картонные 4,3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 10 пачки картонные 4,3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 20 пачки картонные 4,3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 30 пачки картонные 4,3 мл, 6 г, мини-пакеты, саши, из алюминиевой фольги, 40 пачки картонные Клиника фармакологическая группа Антоцидный препарат фармакотерапевтическая группа Антоцидное средство фармакологическое действие Антоцидный препарат не оказывает системного действия. Его антоцидная способность равна 20 мегфаш плюс на мини-пакет, определение инвитро по методу Рассета Райса. Препарат нейтрализует свободную соляную кислоту, не вызывая вторичной гиперсекреции соляной кислоты. В связи с повышением РН при его приеме снижается пептическая активность желудочного сока. Обладает также ацербирующим и обволакивающим действием, благодаря которым уменьшается воздействие повреждающих факторов на слизистую оболочку желудка и 12-перстные кишки. Моалокс мини способен устранять или ослаблять изжогу на несколько часов. Благодаря сбалансированности своего состава в отношении влияния на моторику ЖКТ МОЛОКС мини обычно не вызывает запора. Магния, гидроксид и алгилдрат пропускают рентгеновские лучи. Показания к применению изжога Отрыжка кислым содержимым Способ применения и дозы Взрослые и дети старше 15 лет содержимое 1-2 мини-пакетов принимают внутрь через 1-1-5 часов после еды или при возникновении изжоги. При необходимости можно принять дополнительную дозу препарата через 2 часа после предыдущего приема. Максимальная суточная доза составляет 12 мини-пакетов. Курс лечения – не более 2-3 месяцев. При эпизодическом применении, например, при дискомфорте после погрешности в диете, принимают по 1-2 мини-пакета однократно. При почечной недостаточности легкой степени тяжести максимальная суточная доза составляет 8 мини-пакетов. Перед тем, как вскрыть мини-пакет, следует осторожно перемешать его содержимое, тщательно разминая пакет между пальцами. Содержимое пакета выдавить в ложку или в рот, принимать суспензию без предварительного разбавления. Противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к активным веществам и другим компонентам препарата, почечная недостаточность тяжелой степени. Гипофосфатемия, дефицит сахаразы, изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозогалактозная малиабсорбция из-за наличия. В составе препарата сорбитола и сахарозы, детский и подростковый возраст до 15 лет. С осторожностью алюминия гидроксид может вызывать запор, передозировка солей магния может приводить к ослаблению кишечной перистальтики. У пациентов из группы повышенного риска, пациентов с почечной недостаточностью, лиц пожилого возраста прием высоких доз препарата. Может вызывать или усугублять обструкцию кишечника и кишечную непроходимость. Алюминия гидроксид плохо всасывается из ЖКТ, поэтому у пациентов с нормальной функцией почек системное воздействие возникает редко. Длительное лечение, использование препарата в чрезмерно высоких дозах или же использование препарата в стандартных дозах на фоне снижения. Поступление фосфатов с пищей могут привести к фосфатной недостаточности из-за связывания алюминия с фосфатом, которое сопровождается усилением резорбции костной ткани и гиперкальциурией с риском развития остеомоляции. Лечение пациентов с риском развития фосфатной недостаточности или длительное применение препарата следует проводить под медицинским наблюдением. При нарушении функции почек, при приеме препарата МАЛОКС-МИНИ у таких пациентов возможно повышение плазменных концентраций магния и алюминия, а при длительном применении препарата МАЛОКС-МИНИ в высоких дозах, в ТЧ, и в высоких терапевтических дозах, возможно развитие энцефалопатии, деменции, микроцитарной анимии или усугубление остеомоляции, вызванной диализом. У пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе, при болезни Альцгеймера, при сахарном диабете, в связи с содержанием в составе препарата сахарозы, при беременности, применение в детей противопоказан в детском и подростковом возрасте до 15 лет. Особое указание. Если во время лечения симптомы со стороны ЖКТ сохраняются в течение более 10 дней или наблюдается ухудшение состояния, то следует уточнить диагноз и провести коррекцию лечения. Следует соблюдать двухчасовой интервал между применением препарата МАЛОКС-МИНИ и других препаратов и четырехчасовой интервал между приемом препарата МАЛОКС-МИНИ и фторхиналонов. Несмотря на то, что препарат отпускается без рецепта, перед применением препарата при беременности и в период лактации, грудного вскармливания, а также у подростков старше 15 лет и пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести рекомендуется проконсультироваться с врачом. Следует избегать длительного назначения препарата МАЛОКС-МИНИ при нарушениях функций почек. При назначении препарата МАЛОКС-МИНИ пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимо тщательно контролировать плазменные концентрации алюминия и магния, а в случае их повышения применения препарата должно быть немедленно прекращено. Алгилдрат при низком содержании фосфатов в пище может приводить к развитию недостаточности фосфора в организме. Поэтому при его применении, особенно длительном, следует обеспечить достаточное поступление фосфатов с пищей. В одном мини-пакете препарата содержится 3,15 г сахароза и 0,2 г сорбитола, соответственно в максимальной суточной дозе содержится 37,80 г сахароза и 2,4 г сорбитола. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами. Лекарственное взаимодействие При одновременном применении с хинедином возможно повышение сывороточных концентраций хинедина и развитие передозировки хинедина. При одновременном приеме с препаратом Малокс-Мини снижается всасывание и ЖКТ следующих лекарственных средств – блокаторов гистаминовых. H2 рецепторов – пропронолола, атинолола, цифдинира, цифподоксима, метапролола, хлорохина, простациклинов, дифлунизала, дегоксина, бисфосфонатов, итамбутола, изаниазида, фторхинолонов, натрия фторида, ГКС, описано для преднизолона и дексаметазона, индометацина, китоконозола, линкузамидов, нейролептиков, производных фенотиазина, пеницилламина, розувастатина, солей железа, левотироксина. В случае двухчасового интервала между приемом этих препаратов и препаратом Малокс-Мини и четырехчасового интервала между приемом фторхинолонов и препаратом Малокс-Мини в большинстве случаев данного нежелательного взаимодействия можно избежать. При совместном применении препарата Малокс-Мини с полистиролсульфанатом, каексалатом, следует соблюдать осторожность из-за возможного риска снижения эффективности связывания калия с малой и развития метаболического алкалоза у пациентов с почечной недостаточностью. Для алюминия гидроксида и магния гидроксида и обструкции кишечника, для алюминия гидроксида. При сочетании алюминия гидроксида с цитратами возможно увеличение плазменных концентраций алюминия, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.